Книга «Открытым оком», 4-й том, тема «Будущее мира. Страшный суд». Вопрос 1231. Меня смущают слова Евангелия, горе непраздным и доящим в те дни. Вопрос 1231. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея, 24 глава, 19 стих. Горе же беременным, питающим сосцами в те дни. Марка, 13 глава, 17 стих. Лука, 21 глава, 23 стих. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Лука, 23 глава, 29 стих. Ибо приходят дни, в которые скажут блаженно неплодные утробы, не родившие, и сосцы не питавшие. Приближалось время отшествия Христа. Учеников интересовало, что же будет дальше с их страной и с этим чудом, с гордостью евреев храмом. Они чаяли национального освобождения от римского гнета, увязывая его с близостью к кончине века, и хотели знать признаки, по которым можно было определить, что оно уже рядом. Так как в каждом их вопросе фактически было два вопроса о Иерусалиме и кончине века, то Господь так и отвечает. С беременными захватчики обращались беспощадно, предполагая, что в каждой утробе их будущий мститель, патриот, который займет место павшего отца. Осия 14.1 Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Иерусалим. 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 А таким от власти пощады не было. Статья увеличила срок. Содержание в лагере делалось более жестким. Послание филиппийцам 1.16. Одни по любопрению проповедую Христа нечисто. Думаю увеличить чажесть из ус моих. Но это слово горе касается только плоти, ее немощи. В действительности же в душе таких благовестников великая радость от того, что люди обращаются к Богу, что их беременность закончилась деторождением, и теперь их дети стоят в истине, то есть во Христе. 3 Иоанна 1.4. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Относительно рождения плотских детей, все отдается во власть любящего отца. 1 Калимфинам 7 глава 28 стих. И 29. Впрочем, если женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как и не имеющие. Сколько рожать детей, в какое время это решать нужно по взаимному согласию, по любви друг к другу, как узнаем из жития Милании Римлянки. Субтитры создавал DimaTorzok